Добрый день, в эфире программа Paradox, телефон студии 6510-996, код город 45, звоните, задавайте вопросы. Сегодня у нас в гостях Роман Терехин, представитель Президиума Ассоциации Молодых Предпринимателей, основатель проекта Общественной Думы, спасибо Роман, что пришли, и Сергей Варламов, представитель Комитета по правовым вопросам Ассоциации Молодых Предпринимателей. И вопрос, во-первых, у меня возникает первый, я в первый раз слышу об этих организациях, не могли бы вы рассказать, что такое Общественная Дума? Общественная Дума, это, здравствуйте, Степан, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Общественная Дума, это новый интернет-портал, который мы запустили буквально две недели назад, собственно, поэтому о нем еще пока слышала только узкоспециализированная аудитория. Это интернет-площадка, которую мы специально разработали для того, чтобы объединить юристов, профессиональных юристов, отобранных по определенным критериям, и дать им возможность, независимо от их местоположения, влиять на работу парламента. Мы вот тут тоже обсуждали с вами до начала программы особенности законотворческой деятельности нашего парламента. Действительно, очень важно, чтобы в работе Думы участвовали не только люди, которые представляют интересы определенных социальных слоев, но и профессиональные юристы, которые умеют писать законы и понимают их смысл. Поэтому очень важно, чтобы юристы толковые, талантливые, которые находятся даже далеко от Москвы, могли в этом участвовать. Вот для них, в первую очередь, для них создана эта площадка. Ну и вторая задача, это возможность для депутатов проводить экспертизу своих законопроектов. Понятно, что они могут придумать правильную интересную идею, но не до конца ее проработать в силу того, что далеко не все депутаты Государственной Думы, это не секрет, являются юристами. Поэтому вот такая вот дополнительная поддержка или не поддержка их инициативы тоже очень важна. Но ведь, насколько я понимаю, в Государственной Думе есть же свои юристы, которые занимаются законотворческой деятельностью, я имею в виду профессиональные юристы. Да, в Государственной Думе есть профессиональные юристы, которые прорабатывают законопроекты после того, как они внесены в Государственную Думу. Но есть так называемая проблема преднулевого чтения, то есть законопроектов, которые планируются к внесению в Государственную Думу. И вот на этой стадии фильтровать все то, что пытаются туда внести, было бы эффективно и полезно. И кроме того, вторая важная задача, чем эти юристы полезны, как известно, хороших идей всегда не хватает. И вот эти люди, которые работают непосредственно в регионах, на территории, которые видят правоприменительную практику, могли бы предлагать те самые хорошие идеи, которых может не хватать депутатам. Ну, смотрите, вот у нас было, вернее, есть такая тоже интересная организация, называется, по-моему, «Открытое правительство», да? Можно сказать, что это общественное правительство. Много надежд возлагалось на все это, даже были споры, кто должен входить, не входить. И как-то все это вот заглохло. И не слышно его, и нет его, и не случится ли то же самое с вами. Идея-то та же, в общем, да, правительство не все видит, они небожители, кто-то должен ходить по земле и что-то им говорить. Логично доносить то, что происходит на земле. Но вот как-то ни по действиям, ни по тому, что происходит, организация вроде как существует, но не работает. Степан, можно, с вашего позволения, присоединюсь к дискуссии? Я вот как раз хотел бы еще чуть-чуть добавить к тому, что уже сказал Роман, по поводу юристов Государственной Думы. Но надо все-таки не забывать, что юристы Государственной Думы – люди подневольные. И если, опять же, есть какие-то указания, есть какие-то пожелания с точки зрения какого-то конкретного законопроекта, они все-таки вынуждены будут следовать. И что-то не заметить, на что-то не обратить внимания, ничего здесь не поделаешь. Наш проект как раз отличается тем, что все юристы независимы, установлены четкие, абсолютно прозрачные критерии для вступления, и влиять на те решения, которые выносит Общественная Дума, мы как раз не в состоянии. Вы имеете в виду Государственную Думу? Мы, как Общественная Дума, нам вносятся законопроекты, в том числе, как рассматриваем Государственную Думу, и наши эксперты, которые зарегистрированы у нас на портале, они как раз и высказывают свое мнение. Поддерживают они данный законопроект, не поддерживают, какие бы поправки они к нему предложили. И по поводу состава сейчас, опять же, я смотрю из тех, кто у нас уже сейчас формируется, достаточно большое количество присутствует экспертов с оппозиционными взглядами. В частности, у нас была подана на регистрацию анкета одного из представителей регионального отделения Народного Альянса, то есть крайне оппозиционная партия, и понятно, что влиять на решение данного эксперта мы не можем. Если таких экспертов зарегистрируется много, соответственно, мы тоже не сможем влиять. Я понимаю, Сергей, но ведь вопрос-то не в этом, но хорошо, предположим, внесен какой-то законопроект. Скажем, вы его обсудили, и Общественная Дума, и вы, как профильный комитет, высказываетесь против. Ну, а думать, что? Ей сказали его принять, они его все равно примут. Сергей, давайте... И потом, смотрите, вот еще здесь, на самом деле, достаточно немножко коварный вопрос. Юристы и адвокаты, чем они зарабатывают на хлеб? Они зарабатывают на хлеб несовершенством законодательства. Поэтому чем глупее непродумание закона, тем больше будут зарабатывать юристы. По вашему мнению, все врачи потенциальные убийцы, потому что они зарабатывают на болезнях? Ну, нет, они зарабатывают как раз... Они не убийцы, они зарабатывают на болезнях, это да. И в их интересах как раз это все дело, пациенты-то поддерживают живым. Вот, возвращаясь к вашему вопросу про открытые правительства, нас сравнивать с открытым правительством категорически нельзя, потому что это открытое правительство, это в некотором смысле государственный орган. У нас даже есть целое министерство, которое курирует его деятельность. А Общественная Дума, как правильно сказал Сергей, независима не только от власти, но и от любой политической силы. Мы равноудалены от всех политических сил. И поэтому, когда мы говорим про открытые правительства, они работают для решения определенных государственных задач, которые перед ними ставит глава исполнительной власти. Общественная Дума, наоборот, это именно общественная организация, это в некотором смысле общежитие, где все его жильцы могут приходить и о чем-то просить, высказывать, предлагать. И если это что-то конструктивное и поддержано всеми экспертами, то оно будет двигаться дальше. Конечно, мы не можем говорить о том, что это совершит революцию и... Извините, а как оно будет двигаться дальше? Вопрос в следующем. В стране очень много умных людей, в том числе сюда очень много приходит умных людей. Говорят правильные вещи. Что нужно делать, какие проблемы, как их нужно решать. Ну, хорошо, посидели, поговорили. Об этом все делается наоборот. В том числе депутаты приходят. И у меня сразу возникает вопрос. Хорошо, вы какую-то проблему обсудили. Вы знаете, как найти решение определенной проблемы, скажем, государственного масштаба. А где гарантия того, что вы это просто знаете, как на интернет-форуме посидели, поговорили и на этом все закончилось? Вот в отличие от интернет-форума... Как вы сможете влиять на именно законотворческую деятельность? Вот в чем вопрос. В отличие от интернет-форума, мы как раз и пытаемся не только создать сообщество для общения людей, но и возможность диалога с Государственной Думой. И вроде бы у нас это как раз получается. Именно поэтому мы привлекаем к работе не просто юристов, но и крупные общественные организации. И Ассоциации молодых предпринимателей, и Ассоциации юристов России, и ряд других экспертных сообществ. Мы уже сейчас имеем прямые контакты со многими депутатами Государственной Думы. Причем, опять же, следуя политике равноудаленности, у нас так получилось, что на сегодняшний день далеко не все они, так мягко скажу, представители Единой России. Это и ЛДПР, и Справедливая Россия. Это контакты с людьми, которые уже сейчас готовы принимать наши идеи. Больше того, у нас уже сейчас есть обращение от депутатов Государственной Думы с просьбой провести правовую экспертизу их законопроектов. То есть тут нет проблемы, что они не хотят этого слышать. Они хотят. Они не всегда могут, и они не всегда верят. Вот вроде бы веру мы уже добились, теперь осталось будет добиваться того, чтобы у них возможности появились. Возможности для использования ваших идей? Да, именно так. Но какие, например, идеи у вас есть? У нас, мы начали проект всего две недели назад, вот уже ребята, которые зарегистрировались на портале, есть три законопроекта, достаточно интересные, и главное, что приятно продуманные. Например, есть предложение о дифференцированной ответственности за превышение скорости. Вы знаете, что есть разные штрафы за превышение на 20, 40, 60 км в час. Мы предлагаем добавить еще один порог, это 100 км в час. Если превышение более чем на 100 км в час, то это требует уже более суровой ответственности, в том числе административного ареста, а не просто штрафа. Очевидно, что это умышленное правонарушение, очевидно, что человек, превышающий скорость на 100 км в час, подвергает людей серьезной общественной опасности, и с этим необходимо бороться. Второй интересный законопроект, так получилось, что тоже касается... Вот смотрите, а у нас Дума уже, по-моему, какой, второй год все мучается, вводить ноль промилле или не вводить ноль промилле. Понимаете, я к чему подвожу, что... Понимаю, разные точки зрения. Не точка зрения, а просто как вы сможете, вот есть ли механизм, как вы сможете донести правильные идеи, которые, скажем, разработаны в вашей организации до реального воплощения в закон? Можно я здесь опять прокомментирую, присоединюсь в очередной раз к дискуссии. Все-таки сейчас какое-то сложилось мнение, что у нас Государственная Дума воспринимается как некое образование, которое враждебно вообще всему обществу, и все светлые, хорошие идеи там погибают. По делам твоим я скажу, кто ты. Согласен, я с вами согласен, но все-таки надо понимать, что если мы, опять же, что-то замечаем, какие-то недоработки в законодательстве, какие-то общественные, пробелы в общественной жизни, и на них указываем, говорим, что там требуется законодательное регулирование, ну, Государственный Дум с огромным удовольствием за это берется, и с огромным удовольствием разработают законопроект, и его внесут, и поддержат. То есть, разумеется, мы не говорим про какие-то там острополитические моменты, там уже, да, разводим руками. Сергей, а вы не думаете, что ваша работа может стать контрпродуктивной? В каком смысле? Вот внесете вы, скажем, законопроект, да? А потом кому-нибудь депутату что-нибудь не понравится, и это все превратится совершенно... Примет такие уродливые формы, о которых вы даже и подумать не могли. Вот, говорю, вот, пожалуй, ноль промилле, да? То ввели, то отменили, столько дебатов. В Госдуме просто заниматься больше нечем. Вот, кстати, так много дебатов часто бывает из-за того, как раз, что законопроекты не прошли должную экспертизу до их принятия. А почему? Иногда бывает необходимость политическая, видимо, принять их быстро. Ситуации в стране динамично меняются, нужно на это быстро реагировать. Иногда бывает такое, что просто действительно не хватает экспертов. Я вот тут согласен с Сергеем, что, ну, не нужно жить в теории заговора, что Дума пытается только сделать нашу жизнь хуже. Они хотят сделать жизнь лучше. Может быть, не хватает понимания где-то, может быть, не хватает, ну, ни одного человека этого понимания нет. Иногда, правда, нету простых решений. И мы как раз попытаемся вот в этом смысле помогать депутатам, ни в коем случае не заменять их. И если возникает нормальное конструктивное предложение, депутаты всегда примут его. Есть у них возможность носить законопроекты, они будут это делать. Поэтому нужно обязательно приносить эти идеи, не нужно бояться того, что их не услышат или их исковеркают. Ничто не мешает их исковеркать и без нас. Но если мы принесем правильное, четко сформулированное экспертное предложение, то вероятность того, что его извратят или не услышат, будет гораздо меньше. Именно поэтому мы создаем не просто портал какого-то массового голосования, а предложение, выдвинутое экспертным сообществом. То есть вы используете краудсорсинг практически. Краудсорсинг не массовый, а экспертный. Это принципиальное отличие от других порталов. И вот если говорить по законопроекту, связанному с введением или отменой нулевого промилле, как уже вы сказали, давайте как раз проанализируем эту ситуацию. Давайте, это очень интересно. Ввели некий законопроект, который, грубо говоря, не устраивает общественность. Сергей, я должен вас прерывать, мы уходим на новостной перерыв. Оставайтесь с нами. Добрый день, мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». У нас в гостях Роман Терехин, председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей, основатель проекта Общественной Думы, и Сергей Варламов, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации молодых предпринимателей. Сергей, пришлось вас прерывать, мы как раз говорили о нулевом промилле. Да, мы говорили о нулевом промилле. Давайте вспомним, как развивалась ситуация. Был принят законопроект, который, мягко сказать, не был поддержан общественностью, когда человека могли решить прав за то, что он кефир или квас попил. Можно было также вот развести руками, сказать, ну а что здесь от нас зависит, дума, что ей сказали, то она и приняла, все, и забыть про этот вопрос. Такого не было. Общественность была недовольна, целая волна критики была пунята в отношении данного законопроекта. Что мы видим? Все, ситуация изменилась. Сейчас вносится другой законопроект, внеся он другой законопроект, и он уже поддержан. То есть эта ситуация была разрешена. Поэтому говорить о том, что в любой ситуации надо молчать, от нас ничего не зависит, да, ничего подобного. Но от нас очень много чего зависит, и власть, она прислушивается. И, возможно, не сразу что-то меняется, но со временем вода камень точит. Если они видят какое-то общественное недовольство, то они все-таки со временем приходят к тому, что проще избавиться от этого общественного недовольства, чем создавать социальную напряженность какую-то. Согласен, но ведь изначально-то это было все сделано по указанию сверху, ведь был же нормальный закон, 0-2. А это говорит о том, что указание сверху было ошибочным, и как раз вот общество указало на то, что оно ошибочно. И те, кто указывал сверху, они также сверху, возможно, и указали о том, что да, ребята, мы ошиблись, нам вот об этом сказали, мы это признаем. Но если это не результат, мне кажется, это результат. Нет, результат просто тех, кто сверху читает интернет. А Медведев, да, читает. Мне кажется, не совсем ошибочная, а просто недодуманная мысль. То есть мысль правильная, что нужно запретить людям водить нетрезвый автомобиль. Вполне разумное предложение. Для этого же нужно определить, что такое нетрезвость. Нужно определить, что такое нетрезвость, как проверять, как привлекать к ответственности. Много нюансов, в том числе юридических. И именно в этом проблема. Вот это как раз то, почему мы так сейчас активно работаем. Потому что есть идея хорошая, и не одна, и много. Но дальше она может быть недоработана. И для этого и нужны юристы, которые профессионально работают с законом. Они знают, как прописать его так, чтобы потом не было проблем. Именно поэтому мы и хотим, чтобы Общественная Дума подключалась к этому. Чтобы юристы имели возможность на это влиять до того, как закон нужно переписывать. Логично. А что еще вы предлагаете? Кроме того, что вы законотворческой работой вообще собираетесь заниматься? Да, безусловно. Из законопроектов, которые сейчас уже предложены эксперты. Что такое реальное, чтобы действительно поменяло какую-то область жизни в стране? Да, ну, чтобы поменял уж... Ну там, не знаю, не издеваться над автомобилистами дальше. Если бы была волшебная таблетка, мы бы, конечно, что там делали. Или зеленые человечки, да? Ну да, наверное, вы сделали без нас. Еще есть законопроектов, которые уже внесены нашими экспертами. Я бы назвал еще два. Один из законопроектов, он касается... Тоже, опять же, он затрагивает кодекс об административных правонарушениях. Предлагает один из экспертов ввести отдельный вид наказания, как ограничение свободы. То есть сейчас такой вид наказания, он есть в уголовном кодексе. Ну, в административном кодексе, в кодексе об административных правонарушениях его нет. То есть суть данного наказания фактически на человека накладываются те же самые ограничения. То есть определенный образ жизни, не покидать определенную территорию, отмечаться... В инспекциях для чего это делается? У нас сейчас есть явный перекос в законодательстве. То есть у нас есть грань уголовной ответственности и административной. Уголовная ответственность у нас за мешок картошки можно получить три года. А за миллиард стать депутатом? За миллиард стать депутатом, да. И административная ответственность, которая, ну, в принципе, ну что, ну, какие-то достаточно небольшие... В 15 суток. Ну, это максимум, который достаточно редко применяется. Давайте возьмем пример той же самой Америки, где за те же самые, как вы говорите, несчастные автомобилисты, за их некие нарушения, может быть, присмотрено смерть, то есть в виде нескольких месяцев лишения свободы. Почему у нас такая грань? Или тысяча рублей штраф, или сразу человека сажать. Или права сразу отбирать. Да, почему бы нам не пойти по тому же пути, как и пошла Америка? То есть, да, с одной стороны, либерализация уголовного законодательства, нам не нужно такое количество судимых в стране, не пойми за что. Но в то же самое время у нас должны быть эффективные механизмы воздействия на нарушителей. И если человек, опять же, будет, совершив какое-то правонарушение, ограничен в передвижении, будет вынужден где-то отмечаться на три месяца, я думаю, в следующий раз он, возможно, задумается, делать это или не делать. А за какие нарушения вы это предлагаете? Ну, это не мы предлагаем, это предлагает наш эксперт, насколько я помню. Ну, вы представляете эксперт на обществе здесь. Да, насколько я помню, он предлагал в том числе сделать и за стрельбу в неположенных местах. То есть, проблема очень актуальна. Немногим нравится, когда у нас, не знаю, как помягче высказаться, кто-то отмечает... Свадьбу. Стреляющие свадьбы. Да, стреляющие свадьбы. Да, то есть, раньше ответственность была смешна, сейчас депутаты Государственной Думы предлагают ее повысить, но, опять же, там даже есть тем, уже повысили, есть некоторые нюансы, потому что, опять же, эксперты отмечали, что этим повышением все-таки некоторые подводные камни накладываются. Например, если стрельба из оружия, а у нас оружие, по соответствии с федеральным законом об оружии, это и метательное, и невматическое, то есть есть как раз... Рогатка тоже оружие. В том числе, вот как раз вот эти вот все нюансы есть. А вот здесь, кажется, очень такой подводный камень, которым я вам пытался так шутливо донести, что нельзя давать депутатам лишние идеи, не справятся. Представляете, если будут сажать за стрельбу из рогатки? Маленький мальчик, там, не знаю, 10-15 лет, может быть, да? По птичкам стреляет. И что, три месяца колонии, что ли? Вот как раз идет, когда общественное обсуждение, экспертное обсуждение, вот на эти вопросы указывают. Я это озвучиваю, потому что это озвучивали уже наши эксперты, они на это уже указывали. И вот как раз наш эксперт, он предлагает это применять в отношении стрельбы в неположенных местах, но именно как раз из того оружия, которое не является пневматическим и метательным. То есть как раз вот эти нюансы учительницы. То есть из гонистрельного оружия? Да. То есть то, что... Ну, стреляющая свадьба. Если там кто-то будет стрелять из лука в центре Москвы, я не думаю, что до таких свадьб мы доживем. А вы знаете, есть мощные луки. Ну, согласен, да. Вы правильно говорите, что давать просто голую идею человеку действительно тяжело. Как он ее дальше примет, неизвестно. Поэтому мы никогда не даем идеи. Мы прорабатываем их. Любая внесенная идея обязательно проходит предварительное экспертное обсуждение этими юристами. И только поддержанное, если все юристы это поддержали, необходимое большинство голосов, с предложенными поправками, только тогда этот проработанный, по сути, уже готовый нулевой законопроект идет туда. Да, и опять же, третий законопроект, на который я обратил внимание, один из экспертов предлагает проработать вопрос условно-досрочное освобождение. У нас Государственная Дума тоже бралась в свое время за данную проблему, но решение какое-то половинчатое получилось. Наш эксперт предлагает следующее решение, опять же, юридически проработанное в виде конкретного законопроекта, пояснительной записки к данному законопроекту. Он предлагает увязать вопрос условно-досрочное освобождение с возмещением ущерба. Эта идея как бы не нова, она предлагалась в том числе и Государственной Думой, но в то же самое время он предлагает учитывать мнение потерпевших от преступления. То есть, логика такая из конопроекта, если осужденный полностью погасил ущерб, который он нанес своим преступлением, если он, опять же, соблюдает все иные требования, которые необходимы для условно-досрочного освобождения, он имеет право выйти раньше. Если он не погасил полностью ущерб, который он причинил преступлением, то потерпевший дает свое согласие, согласен он или не согласен. То есть, это проблема, которую уже давно-давно говорят и многие правозащитники о том, что при решении вопроса об условно-досрочном освобождении мы не слушаем потерпевших. А хотят ли они, чтобы то лицо, которое совершило преступление в их отношении, вышло на свободу? То есть, такой законопроект у нас сейчас уже есть. Мы, скажем, на самого Шекспира замахиваться не пытались? Если эксперты замахнутся на Шекспира, мы ничего сделать не сможем, законопроект будет внесен, и пусть они обсуждают Шекспира. Ну а дальше, вот конкретный пример, например, почему-то у нас борются с коррупцией, но нет никакого контроля расходов, как в цивилизованных странах. Какая самая страшная организация в цивилизованных странах, кто знает? Самая страшная? Самая страшная, которую боятся все. Налоговая. Правильно. Вот почему-то у нас никто этим не занимается. Даже у вас, просто мне интересно, у вас на форуме кто-нибудь поднимал такой вопрос? Что самая эффективная борьба с коррупцией, это контроль расходов. Ну записал ты, скажем, особнячок на племянника. Приходит налог к племяннику, говорит, а декларация дохода где? И все, племяшка тут же расколется. Ну, на самом деле здесь тоже все не так уж просто. Этот вопрос, вы не первые, кто его озвучивает, неоднократно про него говорили. Нет, просто, вы знаете, будет такая лакмусовая бумажка, когда вы все это проработаете, пошлете все это в Госдуму, за вами придут. Ну, за нами не придут, я думаю. Ну, я утрирую. Я утрирую. За всеми не придут. Да, за всеми не придут. Нет, ну серьезного что-нибудь такое, серьезного у вас есть в планах? Ну, из серьезного сейчас как раз лежит на голосовании у нас на сайте законопроект Госдумы, который как раз касается незаконных финансовых операций, то есть не совсем это контроль за расходами, но как раз законопроект, который уже вызывал тоже много всяческих нареканий, как раз законопроект, который по сути отменяет банковскую тайну в отношении вкладов физических лиц, который очень сильно расширяет полномочия правоохранительных, налоговых органов, вот сейчас он у нас находится на голосовании, там достаточно большой срок установлен, два месяца, потому что законопроект серьезный, там чуть ли не сто страниц этого законопроекта, и сейчас наш эксперт опять же готовит свои идеи, свои поправки, свои замечания, возможно, что-то связанное с тем, что вы озвучили, там тоже будет предложено, то есть у нас количество поправок поступает достаточно большое количество, абсолютно разное, иногда то, что мы даже и не ожидаем. Человек предлагает, а давайте вот так вот посмотрим с этой точки зрения на данную проблему. Степан, и здесь важно понимать, что вы... Вы что-то такое делаете страшное для депутатов, представляете? Почему страшное? Депутат ему нечего делать, он заходит на ваш форум, а там столько идей для законотворческой работы. Это же мы... Нет, тут важно понимать, что мы никогда не... Вот вы говорите о том... Ну я шучу, конечно, немножко, но просто... Мы сами-то не можем планировать, мы только создаем площадку, и мы хотим, чтобы юристы могли приходить и эти идеи доносить. То есть мы это делаем не сами. А, все, теперь я понял, какую сторону вы представляете. Это важный момент. То есть мы даем им инструмент. Да, я понял. Насчет, возможно ли замахнуться на что-то большее. Вот уже сейчас, например, у нас внесены несколько законопроектов, которые обсуждаются в Думе. В том числе, наверняка, вы слышали громко нашумевшую историю с коррупционными преступлениями. То, что Ирина Анатольевна Негровая предлагала выделить отдельную категорию коррупционные преступления. Она внесена на обсуждение. Если даже мы не предложили эту идею сами, но так получилось, что депутаты предложили что-то очень важное, то мы обсуждаем ее и помогаем им сформулировать правильный закон, у которого не будет серьезных побочных эффектов. Поэтому я надеюсь, что эта работа, как вы сказали, замахнуться на Шекспира, да, понятно, что чем шекспиристы, тем лучше, но не все сразу. Вот постепенно мы будем, как Сергей сказал, точить нашей водой этот камень. Мы будем предлагать ему улучшения. И надеюсь, что хотя бы часть из них будет приниматься, а постепенно все больше и больше. И опять же надо понимать такую проблему. Я сам, как представитель правового комитета социальных предпринимателей, присутствовал на нескольких мероприятиях Государственной Думы, на круглых столах, на парламентских слушаниях, в том числе участвовал в заседании нескольких экспертных советов. И тот формат, который сейчас существует, он по сути ограничен. Он не позволяет привлекать к работе большое количество экспертов. Ну сколько можно одновременно собрать в одном зале человек, чтобы получилась какая-то дискуссия, чтобы каждый мог высказаться, донести свои идеи. То есть, ну это, я не знаю, там, наверное, на две недели надо собираться, там, я не знаю, с очень сложной программой мероприятий. Кто-то не сможет, кто-то заболевает. Кто-то не сможет, да. Кто-то выскажет идею, и непонятно, все ли с ней согласны, или кто-то ее все поддерживает. И я даже был сам свидетелем того, когда на одно из мероприятий не пустили несколько человек, очень уважаемых профессоров, с формулировкой, что, ребята, извините, просто нет уже места. Ну, мне кажется, это не совсем правильно. Как раз в нашем формате услышать можно мнение всех. Там, если у нас хоть зарегистрируются 10 тысяч человек, значит, 10 тысяч человек будут высказывать свое мнение. А вот почему сама Дума это не сделала, а аналогичный проект? Спросите у Государственной Думы. Я могу сказать, Дума сделала. Они сделали, например, есть экспертные советы при комитетах Государственной Думы. Но там проблема в том, что они, например, вы знаете, как формируются эти советы, как туда отбираются людей? Нет, нет. А никто не знает. Понятно, что есть определенные, наверное, разумные критерии отбора. Но люди не знают. Поэтому они, во-первых, этим советам не доверяют, а во-вторых, они не мотивированы туда идти. И, Роман, извините, я вас перебью. Не знают и не доверяют сами депутаты? Не знают и не доверяют люди, которые могли бы там участвовать, у которых есть идеи, и которые могли бы помогать этим. Мы должны прорываться на новостной перерыв. Продолжим после новостей. Добрый день. Мы снова в эфире. Программа «Парадокс». У нас в гостях Роман Терехин, председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей, основатель проекта Общественной Думы. И Сергей Варламов, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации молодых предпринимателей. Роман, давайте с вами займемся делом. Просто объясните мне и радиослушателю, всем будет интересно знать, как вообще проходит процедура подготовки законопроекта и закона к голосованию. В Общественной Думе? Нет, нет, в нашей Думе у вас более-менее понятно. Все работают вместе. В соответствии с законодательством есть определенная группа людей, которые могут вносить, людей, органов, которые могут вносить законопроекты в Государственную Думу официально, в том числе депутаты Государственной Думы. Это не может сделать ни министр, ни какой-то активист, ни общероссийская общественная организация. Это могут делать очень маленький ограниченный спектр людей. Они, соответственно, собирают, в общем, главная работа депутатов, наверное, одна из важнейших задач, это сбор пожеланий, информации, предложений, вот неких законопроектов, которые они формируют в окончательное предложение, вносят его в Государственную Думу. Сначала в профильный комитет, наверное, или нет? Нет. Оно сначала вносится в соответствующий комитет, где оно обсуждается. Если комитет поддерживает, оно выносится путем вынесения на Совет Думы на обсуждение непосредственно на пленарном заседании, где проходят три слушания. Первый, второй, третий. Первый просто, в принципе, нравится он нам, не нравится. Ну, я так простыми словами говорю, чтобы было понятно. Второе детально, третье уже какие-то правки. После этого подписывается Советом Федерации и президентом. Это базовая процедура. То, что делаем мы, мы как раз закрываем этап до этого. Вот этот этап сбора, формирования идей и формирования конкретного, интересного, правильного предложения. А потом кто-то из депутатов вносит, может внести это предложение. Может внести его или может использовать. Ведь часто бывает, вот вы даже в нашей дискуссии, наверное, заметили, многие идеи, они приходят с разных сторон. Похожие. И так возникает какая-то идея, у которой есть пять решений. Поэтому, если даже наше решение не уникальное, а кто-то уже что-то похожее разрабатывает, то мнение экспертного сообщества может его дополнить. Оно может помочь им сделать это решение более правильным. Но ведь Дума же тоже, в принципе, должна опираться на мнение экспертного сообщества. И в том числе на... У них же должны быть какие-то штатные юристы, которые проверяют, скажем, соответственно, с федеральным законами, с конституцией и тому подобным. Ведь есть же такие у них наверняка штаты? Есть, конечно. Есть правовое управление. Правовое управление, да. Сергей правильно сказал, что это люди, которые являются госслужащими, это чиновники, которые выполняют работу в соответствии с поставленными им задачами. Конечно, если бы чиновники могли решать задачи максимально эффективно, то потребность в общественных организациях вообще, любых, была бы не нужна. Не было бы такой потребности. Если бы у них была мотивация. Государство бы все делало само. Поскольку это невозможно, то возникают общественные организации. В том числе вот это вот та же история. Есть чиновники-юристы, а есть общественники. Те люди, которые не стесняются говорить все, что захотят, у которых гораздо больше свободы. И главное, у них больше мотивации личностной. Это не их работа, это их огонь. Хобби. Это их хобби. Гражданский долг вполне. Да, именно так. Они ходят по регионам, они собирают мнение в работе своей, сообщаются с коллегами и приносят эти идеи в общественную думу, напрямую в Государственную думу. Это те люди, которые инициативны. Это то, что называется движение снизу. То есть, ну возникает вот опять у меня вопрос, когда всегда возникает, может и большой скептик по жизни. Ведь можно же еще раз обсуждать до умопоморочение, хорошие идеи высказывать, все это обосновать. Но как заставить депутатов хотя бы принять то, что вы делаете, к рассмотрению? Здесь есть два варианта. Вариант первый. Если то, что мы предлагаем, действительно интересный и правильный законопроект, убедить в этом депутатов нетрудно. У нас уже есть такой опыт, мы уже делали, вот почему, собственно, мы сотрудничаем с АМПР, и с Ассоциацией юристов России. У нас есть опыт донесения своих законов в Государственную думу. Мы в прошлом году участвовали в разработке законопроекта по уголовной статье мошенничества в предпринимательской сфере. Сейчас вот по закону об ухучете работаем с депутатами. Если идея достойная, интересная, грамотно сформулированная, они возьмут. Вторая история, это что-то из области Шекспира. Что-то очень трудное, что, ну, вы знаете, почему депутаты могут не взять? Просто потому, что это большая ответственность. Это всегда непросто на такое решение. И поэтому они могут эту идею, ну, так, давайте еще подумаем, давайте еще посмотрим. Вот чтобы продавить это, тут нужно иметь достаточно сильный общественный вес. И для того, чтобы продавливать по-настоящему шекспировские вещи, нам нужно собирать достаточно серьезные, вот здесь, в общественной думе, серьезную такую критическую массу юристов и мнений. Как только это будет достаточно основательно закреплено, нам легче будет добиваться рассмотрения, как минимум, наших предложений. Вы же знаете, есть РОИ, да, вот эта вот российская общественная инициатива, созданная по инициативе власти, которая собирает голоса. Там немножко другой формат, они берут, скажем так, количеством. То есть у них нету каких-то качественных критериев, там все желающие могут зайти проголосовать. У кого больше за ним людей стоит, то, значит, неправильное предложение. Более робота поставить, будет голосовать, да? У нас немножко другая история. У нас, во-первых, это только эксперты, а во-вторых, это люди, которые, ну, это действительно прозрачная история. Мне кажется, та система голосования, которую реализовали у нас на портале, она уникальна, ее можно потом использовать для центральной церкви комиссии. Она абсолютно прозрачна. Не, цику не подойдет. Ну, расскажите, вот в чем специфика. Можно я? Да, Сергей. Да. В чем специфика? Все, казалось бы, просто и примитивно. Есть две проблемы. Проблема номер один. Прием экспертов. Вы уже говорили про открытое правительство. На самом деле, таких площадок большое количество существует, в том числе и государство. Это самая известная такая. Ну, да, государство делало неоднократные попытки, и все они, к сожалению, не совсем удачно заканчивались. В чем проблема? Как уже сказал Роман, нет никаких четких критериев, они нигде не прописаны. То есть отправьте... Критериев чего? Критериев для отбора? Критериев для отбора, да. Отправьте, то есть, как правило, все формулируется достаточно расплывчатыми формулировками, что там опыт работы, какие-то заслуги, достижения. И результат, ну, вряд ли какой-то оппозиционер попадет в открытое правительство, уж если... Ну, по большому счету, да. Говорит на чистоту, да. У нас этот критерий, ну, обозначен, я не знаю, как еще прозрачнее это было сделать. То есть, был установлен, что к нам может попасть любой человек, который имеет ученую степень кандидата или доктора юридических наук, или имеет высшее юридическое образование со средним баллом диплома не ниже четырех, ну, чтобы отсеять там тех, кто спал на задней парте. И возраст не моложе 27 лет, для чего это было сделано? Чтобы, опять же, к нам приходили люди, у которых... С каким-то опытом. Да, на теоретические знания наложился какой-то практический опыт. Все, иных критериев нет. То есть, отсеять кого-то там за отсутствие достижений, недостаточный опыт чего-то там мы не можем. Я уже как сказал, что нам оппозиционеры присылают свои анкеты, и если человек подходит, мы его одобряем. То есть, эта проблема решена. То есть, опять же, если в открытое правительство, любой там экспертный совет в Госдуме, оппозиционер не пройдет, к нам он пройдет. То есть, здесь мы не можем повлиять на тех, кто к нам приходит. А теперь второй вопрос, вторая проблема. Алгоритм голосования, алгоритм того, как подсчитываются голоса. То есть, уже... Ну, давайте вспомним, как у нас обсуждался законопроект о полиции. Его выложили, там накидали несколько десятков тысяч замечаний, предложений, комментариев. Причем, они там все разнились. Кто-то предлагал, там, разрешить им там куда угодно заходить. Кто-то говорил, что, наоборот, все это запретить. То есть, вот куча мнений была выложена. Какие правильные, кто эти мнения поддерживает, там, кто не поддерживает. Не, ну, это же была такая пиар-акция, не более того, вы понимаете прекрасно. Вот, 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 как раз это пиар-акция. То же самое и алгоритмы на экспертных заседаниях, и в Госдуме. То есть, часто все сводится к формату. Собрались, обсудили, высказали свои мнения. Ну, и черт с ним, и бог с ним. Галочку поставили, поехали дальше. Да, проведено обсуждение с экспертами сообщества. Все. У нас такого нет, у нас по каждому голосованию, по каждому законопроекту публикуются списки проголосовавших. Всегда можно по любому эксперту зайти посмотреть, за кого и как он голосовал. А самое главное, что сам эксперт может посмотреть, за что же он голосовал. Конечно, конечно, конечно. То есть, это открытое поименное голосование. По каждому законопроекту, если будет результат, там, 75% поддерживает. Всегда можно зайти и прям конкретно посмотреть, кто поддерживает, чтобы проверить, что действительно 75%. Как бы здесь не сказать, что что-то новое и уникальное. Новое и уникальное у нас будет в механизме тайного голосования, который буквально с дня на день будет запущен. А извините, я вас перебиваю, а зачем вы механизм тайного голосования, когда все-таки открыто и прозрачно? Объясню. А если мы внесем какой-то законопроект, когда люди просто по каким-то причинам побоятся голосовать так, как они хотели бы проголосовать? Там ведь многие люди, это ректора вузов, юридические, деканы юридических факультетов. Да, люди, которые можно отследить, установить. То есть любого кандидата, доктора юридических наук, очень несложно по фамилии установить, кто он, где он работает. И по каким-то, так скажем, социально острым законопроектам человек... Сказать, что ты не евангелист, теперь у тебя проблемы. Вот приблизительно так. Чтобы этого нет, мы как раз реализуем, здесь я бы уже сказал, достаточно инновационный механизм тайного голосования. При тайном голосовании у нас, по сути, будет происходить все то же самое. То есть оно, с одной стороны, будет тайным, но при этом по каждому голосованию можно будет проверить, кто за кого голосовал. в обезличенном виде, и каждый эксперт сможет в обезличном... А там шифр, код, еще что-то, да? Вот, вот, вот. Потом можете зайти на наш сайт и посмотреть, как это будет реализовано. А сколько у вас сейчас... Извините, перебиваю просто. А сколько у вас сейчас человек работает? Мы только запустились две недели назад. Вот пока что у нас 60 человек, из них, по-моему, 20% — это кандидаты юридических наук. Но здесь мы не гонимся за количеством. Нам важно, чтобы это была главная вот именно экспертная подборка людей. И в том, в чем мы еще угадали, 50% — это регионы. То есть как раз это очень оказалось востребовано в регионах. То есть региональные эксперты с большим удовольствием регистрируются, они реально хотят работать. То есть если в Москве еще есть какие-то механизмы для реализации своей общественной активности, то в регионах с этим похуже. А это как раз интернет-портал, который позволяет юристу из Мариэл, который вряд ли когда-то окажется на заседании какого-нибудь экспертного совета Госдумы, поучаствовать в этой работе. И прозрачность этой системы голосования — это как раз один из способов мотивировать людей прийти сюда, чтобы они поверили, что их правда и голос будет услышан. Мы понимали, что если Общественная Дума наберет силу, то рано или поздно какие-то политические силы могут заинтересоваться влиянием на нее. И, собственно, поэтому мы сделали ту систему, которая нам, честно, позволит сказать, мы бы рады были бы вам, может быть, даже и помочь, но мы не можем. У нас технически нет такой возможности. Нам так просто самим будет легче, чтобы не пытаться с кем-то бороться и кому-то противостоять. Мы сделали абсолютно... Ну лишний раз подвергаться соблазну, да. Мы сделали абсолютно прозрачную, открытую систему, в которой люди сами регулируют деятельность Общественной Думы. У нас были опасения, что это может привести к неким неконтролируемым попыткам рейдерских захватов внутри. Ну, между хакерами? Нет, что просто могут появиться, например, люди, которые там заведут, условно говоря, 100 студентов юридических вузов, которые вместе скажут, давайте мы будем давить числом. Но вроде бы это удалось предусмотреть на уровне регламента, поэтому проблем с этим быть не должно. И надеюсь, что люди действительно увидят эту открытость, поймут ее и будут мотивированы в том, чтобы приносить свои идеи, они сохраняют авторство. В отличие, опять же, от любой общественной организации, которая может предлагать инициативы, когда вы приносите туда свою идею, она утонет. Она станет идеей этой общественной организации, которая... с конца работы общественной думы до внесения непосредственно в Государственную думу. Мы его поддерживаем, мы его поддерживаем в прессе, и его, и его идею. Мы готовы привозить его в Москву, включать его в работу у круглых столов в Госдуме. Это хорошая мотивация для людей. Мы надеемся, что они вот пойдут. Потому что сейчас много людей, которые хотят работать активно, хотят влиять на жизнь страны, но они не верят. Они говорят, ну, чего я, ну, пойду, ну, там... Ну, я что, потрачу время и... Напишу письмо царю, он даже не услышит. А здесь у них прямая возможность диалога. Интересно. А сколько вы планируете, вот, человек, чтобы у вас было, экспертов? Мы считаем, что если у нас будет... Оптимальное число, ведь, наверное, вы держите в голове какую-то такую оптимальную цифру. Да. Мы считаем, что если у нас через год будет 500 человек, то это будет критическая масса, которая позволит нам охватить практически все решаемые задачи. А как вы будете добиваться, ведь нужно же, к сарафанным радио или в основном сарафанным радио? В основном сарафанным радио, ну и плюс вот та же Ассоциация Юристов России, и которая нас очень в этом поддерживает, это большое объединение юристов. Причем в основном это юристы не те, которые занимаются пиаром ради своего бизнеса, ну, как, к сожалению, это бывает, а это именно люди, которые... Практикующие. В хорошем смысле научные черви. То есть это те, кто занимается законами профессионально, которые не то чтобы активно пиарятся, но у них есть вот именно грамотное отношение к этому. И уже сейчас, вот что приятно, потому что я привел пример с кандидатами юридических наук, очень много людей из регионов приходит именно вот основательно, фундаментально понимающих законодательство. Но и практики, к счастью, тоже есть. — Интересно, слушайте, я даже не ожидал, что такие вещи существуют. То есть это абсолютно общественная организация, где пока что никому не подконтрольная, а подконтрольная сама себе практически. Вот это вот сообщество людей, которые есть, у вас эксперты... — Оно основано частными лицами. Это не организация, которая является аффилированной из какой-то, не дай бог, политической силы. — То есть это не проект Кремля? — Ни в коем случае. — Потом приходит очень много народа, а потом оказывается проект Кремля. — Интересно, а откуда у вас такая идея возникла? — Идея возникла ровно из общения с депутатами. Потому что могу вам привести пример с тем же законопроектом про превышение на 100 км в час, про который я рассказывал. — Простая задача. Давайте сделаем так, что если превышает на 100 км в час, это более серьезный момент. — Это осознанно. — Абсолютно логичный и простой момент. Хорошая идея. Но когда мы стали с нее смотреть более предметно, стало понятно, появились первые же возражения, что если... — Роман, вынужден вас... — Продолжим после перерыва. — Мы снова в эфире. Это программа «Парадокс». У нас в гостях Роман Терехин, председатель президиума Ассоциации молодых предпринимателей, основатель проекта Общественной Думы, и Сергей Варламов, председатель комитета по правовым вопросам Ассоциации молодых предпринимателей. Да, Роман, вот вы рассказывали, как все это началось. Откуда у вас идея взялась? — Как оно так получилось? Законопроект, который я говорил, про превышение на 100 км в час. Разумная идея действительно превысил на 100 км в час, поступил плохо, должен понести более суровое наказание. Сразу же вылезла проблема. Поставили знак ограничения скорости 20 км в час и забыли убрать. Так получилось. Случайно ехала машина ГАИ, остановилась там за этим знаком, видит, кто-то едет 120. — Случайно. — И останавливает, вот вроде как превышение на 100 км в час. Административный арест. Нехорошо. Юристы разработали к этому поправку. Было предложено ввести в административный кодекс новое понятие «разрешенная скорость движения». Ну, не буду грузить юридическими подробностями, но смысл в том, что превышение на 100 км в час считается более тяжким правонарушением только от порогов 60 км в час. То есть даже если стоит знак в 20, все равно мы меряем только от 160. — От 60. — От 60 плюс 100 — 160. — 160, да. — То есть мы берем тех, кто заведомо, умышленно на своих красивых, мощных гоночных машинах ездит со скоростью выше 160 км в час. Вот это та мелочь, которая является юридически важной и которую, если закон был бы принят без нее, через два месяца возникло бы вот этот вот общественный гул, который бы в итоге привел к изменению. Мы, когда посещали различные круглые столовые парламентские слушания, общались с депутатами, очень часто сталкивались вот с такими мелкими нюансами, которые сложно предусмотреть сразу. Очень часто сталкивались с противоречивыми позициями. Ну вот простой пример могу вам привести из того же Уголовного кодекса. Есть ответственность за то, что предприниматели используют нелицензионное программное обеспечение. Казалось бы, порог был какой-то минимальный, условно говоря, 50 тысяч рублей. Ну то есть стоимость вполне привычная для предпринимателя программы, которую они используют. Порог небольшой, и сотрудники полиции этим злоупотребляли. Приходили, находили какую-то программу, непонятно лицензионную или нет, на основании этого, как у нас модно говорить, кошмарили бизнес, изымали компьютеры и так далее. Был вопль предпринимательского сообщества «Поднимите порог». Почему он такой низкий? Это же всего лишь стоимость одной программы. Поднимите его до 300, хотя бы тысяч рублей. Сразу же встал представитель ассоциации, боюсь перепутать название, но по смыслу представляющий интересы правообладателей, и сказал, а как же так? Я, наоборот, пришел с предложением понизить порог. Вы представляете, маленькие компании, айтишные, разрабатывают, пытаются сделать что-то свое, потом по 5 тысяч рублей продают. Один раз продали, у них это своровали, все, они ничего не заработали, их обанкротили. Понизьте планку преступлением должно быть от 5 тысяч рублей. Кто из них прав? Они оба правы, они оба отстаивают интересы важных слоев общества. Депутатам сложно принять правильные решения. А какое решение было принято? В итоге порог подняли. Но сложно сказать, правильно это или нет, но тем не менее, это вот та история, когда сложно принять правильные юридически выверенные решения, учитывающие все нюансы. И здесь, мы когда просто это слышим, мы понимаем, что действительно тяжело за одни парламентские слушания, за два-три часа, за одно заседание экспертного совета, которое тоже длится. Они все равно ничего не читают. Тяжело что-то сделать. Здесь мы поняли, что нужно просто юристов вовлечь, дать им возможность действительно с интересом это обсуждать. Чтобы уже предлагать что-то готовое и проверенное. А не устраивать вот эту долгую, сложную перепалку. Это во-первых. Во-вторых, мы поняли, что в регионах люди не поедут на это заседание парламентских слушаний. Для многих толковых, грамотных юристов это на самом деле просто элементарно даже дорого. Им тяжело это физически сделать, оторваться от работы на 2-3 дня. Поэтому они не будут в это вовлекаться вот в таком формате. И мы решили сделать, ну, все-таки 21 век интернет, возможности для того, чтобы они вовлекались в эту деятельность. И вот как показывает опыт, уже люди активно этим пользуются, прежде всего Сергей Пролинскал из регионов. Ну, у вас же есть, например, какое-то видение того, как этот проект будет развиваться? И цель, вот ваша мечта, во что этот проект должен превратиться? Он, в общем, уже в это превратился. Мы хотели бы просто, чтобы он рос. Это как маленький человек, который родился. Он не должен стать не человеком, он должен вырасти. Ну, вы лукавите. Потому что, ну, смотрите, предположим, там будет 500 человек. Действительно будете какие-то дельные вещи делать. Вы думаете, что со временем вы будете приобретать все? Вы же должны какой-то вес приобретать. Мы должны, политический вес, чтобы вас слушали. Ну, здесь бы тоже я что отметил, вот по поводу и создания. У вас что-то есть там, вот там вот какие-то идеи у вас есть такие хитрые. Вот скажу, скажу по поводу вот свое тоже видение данной ситуации. Когда еще Роман только высказал идею создания общественной думы, мы с ним разговаривали по поводу данного проекта. И я поддержал его сразу же, потому что я общаюсь, ну, по роду своей деятельности с многими юристами. И что очень сильно задевает многих профессионалов. Когда какой-то там важнейший законопроект, который меняет, например, уголовный кодекс, принимается быстро, поспешно, по два чтения за один день. Вемерик Медучий Персен. С кучей ляпов. И это на самом деле реально задевает, как профессионалов, многих юристов. И, опять же, основа краудсорсинга. Люди готовы что-то делать бесплатно только ради того, чтобы идеи были реализованы. Да, и если, опять же, мы своими усилиями сделаем так, что действительно мы построим какую-то некую экспертную работу, действительно важную и полезную, ну, в принципе, уже это будет достаточно. То есть деньги нам не нужны. Все-таки остаться молодых предпринимателей. Деньги у нас есть. То есть сейчас уже есть какая-то некая потребность именно в общественной работе. Самой реализации. Конечно, мы хотим сделать что-то интересное и полезное. А не только зарабатывать деньги. Слушайте, а вот, скажем так, Дума вас не сможет, скажем, приобрести? Дума — это государственный орган. Вот это вот тоже очень важное отличие. Мы общественная организация. Нет, я утрирую. Понимаете, вот смотрите. Вы разве не сможете собой заменить, скажем, все эти экспертные комитеты, всех экспетов Думы? Нет, Дума не захочет. Это разные форматы. Степан, если мы заменим собой эти экспертные советы, то мы станем ими, а ниша общественной Думы останется пустой. — Абсолютно правильно. И вы превратитесь в бюрократов просто. — Захочет ли Дума забирать нас? То есть, по сути, забрать себе неконтролируемый алгоритм работы. Зачем он нужен? — То есть, мы надеемся, что нас не заберут. — С этого мы начинаем. — Да, то есть, здесь что-то поменять можно только, если полезть, менять вот эту нашу, скажем, мини-конституцию, наш алгоритм работы, который сейчас выстроен. Но мы на это не пойдем. — Может, это убьет просто идею. — Да, я понял. — Мы, опять же, реалисты. Мы понимаем все, что разные бывают ситуации. Может быть, кто-то нас попросит, и мы не сможем отказаться. Но тогда мы просто, наверное, отойдем от этого проекта, и дальше им заниматься не будем. То есть, и об этом как бы публично заявим. То есть, мы сейчас стоим на том, что мы хотим сохранить то, что мы заложили изначально в данном проекте. — То есть, вы такие фанаты свободы. — Ну, почему фанаты? — Ну, так выходит. Нет, ну, бывают такие люди, еще остались. — Вы правильно сказали. У юристов, вот вообще юрист — это особая профессия. Это человек, который пишет правила игры для всех людей. — Но он их использует для личной выгоды. — Иногда плохие юристы используют их для личной выгоды. — Ну, почему плохие? Если человек знает закон и может его использовать для получения выгоды, это же закон, а не юрист. — Да, но быть юристом — это большая ответственность. Это как быть чиновником. Когда ты чиновник, почему все нормальные люди ездят на Гелендвагенах? Почему я должен ехать на каком-нибудь там Форд Фокусе? — Ну да, когда я любого на этот Гелендваген могу посадить. Я не понял, у меня есть власть. — Потому что у тебя, как у чиновника, есть определенная ответственность. Ты должен, прежде всего, отдать другим, и только потом себе. Ну, так вот по-хорошему должно быть. — Идеально. — У юристов тоже в идеале должно быть так. Когда они пишут законы, они должны стараться себя чуть-чуть больше ограничить, чем у других. Потому что всегда есть соблазн взять себя больше. И поэтому юристы, как люди, которые пишут вот эти законы, они всегда немножко идеалисты. Они всегда немножечко, вот у них есть хобби, сделать как-то жизнь получше. — Нет, давайте различать. Какие законы пишут? Которые юристы, которые обсуждают законы у вас, или юристы, которые работают в Думе? Ну, не секрет. Большая часть законов сделана так, чтобы их можно было использовать тем, кто знает. Как использовать? Ведь у закона есть дух и буква. Правильно? — Мне кажется, юристы — все идеалисты, просто у них разная степень свободы, разные возможности. — Да, я знал многих юристов. Вернее, адвокатов. Идеалистов, но одного встречал. Одного. Да, и еще я тоже хотел бы прокомментировать, какое еще правило мы решили придерживаться. Любые законопроекты, которые касаются лоббирования деятельности юридического сообщества, например, там, введение монополии адвокатов, все это никаким образом пропускаться у нас на нашей площадке не будет. То есть, если завтра кто-то из адвокатов предложит какие-либо улучшения для адвокатов, мы это не пропустим. То есть, мы просто не добавим это для голосования. Потому что мы не должны лоббировать свои интересы. Иначе это все превратится в то, что юридическое сообщество начнет активно увеличивать свои полномочия и права. Ну, это не совсем будет корректно. — А вы не задумывались над тем, чтобы вот эту практику распространить, скажем, на какие-то экономические вопросы? Или это просто юридически, потому что это ваша область экспертизы? — Есть такая задача, поскольку вы видите, что в круге наших партнеров есть и бизнес-объединение. Конечно, это было бы здорово, но не хочется браться за все сразу. Вот есть сейчас задача — собрать экспертное юридическое сообщество. Если этот проект покажет себя хорошо, то мы можем собирать и экономическое, и сообщество автомобилистов, и какого угодно еще. — Практически под капец. — Точно так же, работая с теми организациями, которые уже этим занимаются. Мы просто создаем площадку, вот я еще раз подчеркну, мы даем инструментарий. Использовать его можно где угодно. — Интересный проект, на самом деле. Вот я шел на передачу, думал, сейчас опять придут эти евангелисты, я их знаю, сурковские евангелисты. И начнут говорить, как все хорошо, общественность, а все сводится обычно к тому, что, ребят, мы хотим в системку вот влезть, да, поближе к кормушке. И там через три рукопожатия быть от Путина, например. — Мы как раз кормушку не хотим, мы, наоборот, свои деньги тратим. — Я понял, я понял. — И нам это, правда, интересно. — Вообще, ну, поразительно, такое приятное, неожиданное, скажем так, приятное очень впечатление. Ну, желаю вам просто удачи в этом. — Спасибо большое. — Спасибо. — А вот, ну, все-таки ведь у вас есть какая-то сокровенная такая мечта, чтобы этот проект, ну, стал законодателем моды, например, в... — Знаете, как вот у меня такой характер... — Ведь вы должны, понимаете, ведь когда фанат начинает что-то делать, да, у него есть какая-то мечта. — Я как человек достаточно такой рационально занудный, люблю, чтобы во всем был порядок и структурированность. И у меня то же самое в бизнесе и везде. Поэтому здесь у меня есть такая, как вы сказали, мечта, чтобы проект начал работать сам эффективно. Чтобы не нужно было ходить и пробивать депутатов, чтобы они принимали. Не нужно было агитировать юристов за то, чтобы они приходили и это делали. Не нужно было бы применять больших усилий для того, чтобы это работало. Чтобы у юристов была простая возможность прийти и донести свою мысль, она бы проходила экспертизу и после этого вносилась бы депутатами, которые радостно, легко ее брали, адаптировали и использовали, и она бы быстро становилась законопроектом. Это простая светлая мечта, но я боюсь, что она нереализуема. — Почему? — Потому что всегда, ну, любой человек, он, во-первых, имеет свои какие-то интересы, как ни крути. Это неплохо, но это факт. Во-вторых, всегда человек обладает определенной ленностью. И для того, чтобы его стимулировать, должен быть кто-то, кто его будет зажигать. Поэтому мы всегда должны, как минимум, вот иметь некое ядро, которое будет зажигать и юристов, и депутатов, которые будут двигать их. — А кто у вас работает с депутатами? — И я работаю, и коллеги наши работают. — А вот у вас есть юристы, скажем, которые работают с Госдумой? — Напрямую нет. — Нет. — А почему? Не приходят или... — Вы имеете в виду штатных юристов Госдумы? — Да, да. — Нет. У нас, ну, вы знаете, наверное, им, во-первых, тяжело будет разорваться. Во-вторых, у них все-таки тоже есть какая-никакая корпоративная этика. И если они придут к нам, то они должны будут придерживаться тех же решений, которые они продвигают там. — Ну, почему? Хороший фильтр, но есть у него, скажем, решение. Да, и вот тут на вашем форуме, скажем, мы объяснили, как он жестоко неправ. — Здесь на самом деле все просто. — Что там дурного? — Пожалуйста, человек заходит, если он соответствует требованиям отказать, мы ему не можем добро пожаловать. — Мы, конечно, не окажем, но все-таки общественные деятельности государства, они должны быть отдельно. Вместе, дружно, рядышком, но отдельно. — Вообще-то общественность должна контролировать государство. — Это в идеале так и должно быть. Поэтому мы сливаться и объединяться в едином порыве не хотим. Мы хотим бы дружить и помогать друг другу. — Интересно. — Ну что ж, слушайте, я просто поражен и хочу вам пожелать всяческих успехов в этом начинании. Дай бог, чтобы у вас все получилось, потому что такой какой-то реальный действительно проект, живой получается. — Будем надеяться. — И чтобы было много пользы, не только вам, но и нам всем. У нас в гостях были Роман Терехин, председатель Президиума Ассоциации Молодых Предпринимателей, основатель проекта Общественной Думы. И Сергей Варламов, председатель Комитета по правовым вопросам Ассоциации Молодых Предпринимателей. Программа «Велосипан Димура». Удачи! Продолжение следует...